друзья привет это не новости уж простите меня великодушно я сегодня без мейкапа дело в том что когда наступили холода и начались эти орви мои глаза категорически отказываются принимать всяческую косметику и если вы уж очень скучаете по моему образу при полном параде и в гриме то представьте что я выгляжу вот так или заходите ко мне в инстаграм или в контакт и найдите там фотографии которые зафильтрованные и максимально привлекательные друзья ну а мы начнем сегодня начнем с разговора о прекрасной эстрадной артистки кларе борисовне новиковой побывала она в гостях на интервью у прекрасной катерины гордеевой и это интервью было очень нежное трепетное искренне когда катерина предложила кларе борисовне выбрать фон для этого интервью она сказала зеленый в детстве я слова представляла цветом и слово мама было для меня зеленого цвета мне как-то показалось это очень умилительно рассказывала она о том что когда у нее в москве появилась однокомнатная квартира в лялином переулке она попыталась перевести своих родителей из киева она все дом устроила позвонила и сказала что пожалуйста ничего не покупайте там есть все для жизни мама если хочешь возьми свою любимую сковородку но ничего не вези все там есть и в эту ночь мама скончалась а отец впоследствии уже отказался переезжать сказал ну что я там буду один делать я никого не знаю здесь я спускаюсь вниз в магазин меня все знают вспоминала о своем мужа журналисты юрии и говорила что перед самой смертью он вдруг неожиданно попросил принести ему алые паруса грина и тургеневские отцы и дети и вообще очень светло вспоминала о своем муже и говорила что любовь а что такое любовь говорит ну я всю жизнь заботилась об этом человеке я хотела ему добра я хотела чтобы у него все было хорошо про современный стендап и воспоминания о том что в театре миниатюр где тогда выступал жванецкий ильченко и картцев тоже был такой своего рода клуба где они встречались и обкатывали что называется какую-то программу из неизданного и там был очень острый сатирический материал вспоминала про аркадия арканова и про моменты гробовой тишины в зале когда она говорит например у военных ну в силу каких-то профессиональных особенностей не было привычки гоготать и как-то расслабленно развязно себя чувствовать поэтому было ощущение что ты выступаешь в безлунную ночь на кладбище про современный comedy club сказала что но к сожалению был опыт присутствия там она говорит и в зале все это выглядит по-другому очень много материала который не заходит и потом при монтаже все эти моменты неудачные вырезаются делается подкладной смех что не есть хорошо рассказывала про один случай в израиле где она шутила про толстого мальчика сему который находился в зале и шутки с которым в течение всего концерта в общем-то сделали этот вечер к удовольствию всего зала и как сегодня в условиях новой этики это бы показалось оскорблением и чувств болеющих людей людей с излишним весом и так далее она произнесла такую занимательную фразу какой же нужно быть дурой чтобы все время казаться умной и какой же нужно быть умной чтобы не бояться быть дурой девичья фамилия клары новиковой герцер и она говорила что в киеве в общем-то была особая неприятная ситуация с антисемитизмом и к евреям относились мягко говоря очень прохладно и не было возможности поступить ни в какие престижные вузы вспоминала об отце что в его правилах было наказание в виде избиения ремнем она говорит но я отношусь к нему с благодарностью правда я его очень боялась а однажды я купила в магазине все для рыбалки искусственных мух и подбросила ему в борщ а однажды я состригла свои волосы и положила ему в карманы его брюк и клара рассказывая все это совершенно не осознает что это такой детский способ отмщения за униженность вспоминала что у нее была зажиточная тетка когда они приходили к ней в гости у нее все было это время голодные и дефицит и папа всегда их перед этим наставлял говорил что будет вам что-то предлагать отказывайтесь и говорите что у нас дома все это тоже есть и потом когда все-таки папа дозволял взять какой-то эклерклара говорит было ощущение что я его заглатываю и прямо в желудок его туда кладу про советскую власть в доме говорили шепотом но в синагогу тайком ходили и у клары была неудачная попытка организовать отъезд своих родителей в америку научила что говорить в американском посольстве но родители во всем честно признались никуда не уехали и так и жили всю жизнь в киеве никогда говорит клара не чувствовала я себя на свой возраст никогда не чувствовала себя теткой всю жизнь девочка кларка у клары новиковой но я еще по своим детским воспоминаниям помню какой-то ну изумительный вкус вот в внешнем виде в одежде и сейчас на этом интервью она сидела у нее на шее был такой кулон очень оригинальный мне понравился в виде чесночинки но в общем во вкусе ей точно не откажешь на к это действительно удивительная такая сохранившая какую-то юношескую такую девичью непосредственность женщин про майдан вспоминает с особой болью в эти дни она там присутствовала и очень интересную информацию сообщила дмитрия гордоне да известном нам журналисте украинском в общем такой портрет вырисовывается своеобразный во первых она говорит первое свое состояние он сколотил на том что работал с кашпировским это тоже такой определенный штрих к портрету однажды поскольку она поехала в крым не знала что в общем дальше повлияет на ее невозможность присутствия потом на украине она попала список на сайте миротворец и гордон ей сказал что говорит ну приезжай под мою ответственность под моим присмотром будешь и клара в общем-то отказалась от этой протекции а еще до всех этих историй с крымом когда я уезжала будучи в гостях у гордона он из какого-то своего этого самолюбования невероятного подарил ей свой восьмитомник он говорит ну я маленькая хрупкая женщина которая одна летит в самолете я летела назад в москву и он мне подарил эти книги в общем такой своеобразный портрет вырисовывается все что касается событий на украине это сплошная боль и печаль потому что все непонятно зачем донецк луганск эти люди которые из страдались по возможности нормально общаться разлученные семьи друзья но тем не менее вспоминая свою жизнь оборачиваясь назад она вспоминает например как она выходила замуж и придя в загс куда их пригласили на регистрацию к 9 утра для того чтобы они не подавали дурного примера молодому поколению поскольку они пришли уже 7 месячной дочери и пришла в загс и забыла паспорт она говорит это было смешно как все в моей жизни когда катерина просила сравнить чем отличие мужчины и женщины сначала она отшутилась а потом вспомнила историю с тростроповичем как-то они участвовали в одной записи в петербурге он вошел и лихо сбросил пальто своих плеч предполагая что кто-то сзади должен подхватить так вот клара говорит я как раз из тех кто способен подхватить так это описала разницу между мужчиной и женщиной ну и три решения которые она приняла если бы оказалась на посту президента первое это обязательное очное образование потому что она видит цель образования прежде всего в коммуникации в непосредственной и в живой второе это обязательная медицинская помощь всем гражданам и достойная оплата труда для врачей и третье это безусловная поддержка культура чтобы существовали театры которые способны находиться в режиме самообеспечения и маленькие театры или какие-то творческие объединения которые на это не способны чтобы они субсидировались чтобы им помогало государство это очень интересный глубокий разговор трогательный местами очень сентиментальный если еще не видели посмотрите благодаря каналу руслана усачева я наткнулась на такую тему занятную в интернете обсуждение как екатерину шульман вдруг распределили в категорию милф ну те кто знаком с этим термином знают о чем идет речь и все это произошло из-за текста трека оксимирона из его последнего альбома пам пам знай джейло тупо в урду заберите уму турман нету милф и сексапильнее чем екатерина шульман и уж не знаю совпадение это или нет но в последнем стендап концерте дениса чужого на этот счет тоже была шуточка бывает такое что я сижу в номере ночью у меня грустно я думаю может быть посмотрю порно но моя следующая мысль денис ты же интеллектуал как ты можешь дрочить на порно когда есть екатерина шульман господи откуда это взялось муж екатерины шульман филолог по образованию сделал доскональный разбор текста оксимирона и мы пришли к общему заключению что екатерину шульман никак нельзя отнести категории на канале нормальные люди вышло интервью с антоном долином любой разговор с антоном долином это аттракцион который можно наблюдать бесконечно назывался этот разговор наконец-то про себя и там действительно было очень много о самом антоне например он вспоминал фильм о кире курасавы рассимон и что для него это был первый такой опыт о том что все в этом мире субъективно о том что патриархат никак не вшит в его сознание и что нормальная ситуация в семье это паритет но если складывается как-то иначе то все должно быть какой-то обоюдной и очень субъективной договоренности деньги и власть это токсичная вещь и они непременно должны быть на что-то обменены не должны быть самоценны сами по себе про огромную важность и богатство возможности путешествовать как это в действительности обогащает нашу жизнь разнообразит ее и про рестораны есть такое наблюдение что если провести грамотные расчеты то иногда окажется что ходить в рестораны это нисколько не дороже чем есть дома но вот возможность выбирать и пробовать каждый раз что-то новое это действительно привносит в вашу жизнь какую-то пикантность что не нужно класть жизнь костьми ложится для того чтобы приобретать это жилье особенно если речь идет о крупном городе это неподъемные суммы и о том что люди прекрасно живут всю жизнь в съемном жилье при этом свои какие-то избытки заработанных средств они тратят на впечатление про фильмы торговского конечно безусловно они не могли не говорить это важная такая страница в жизни антона в частности они опять же говорили о фильме зеркало оригинальном начале этого фильма заикающимся мальчики и он говорит что это и есть такая самая яркая метафора гипноз как искусство способствующие выразить непроговариваемые про то что прожив 30 лет со своей женой в одних отношениях он говорит что мы безусловно неоднократно сталкивались с какими-то сложными периодами в отношениях и что нет ни одной пары которая не была на грани развода и по большому счету уважение это и есть дистанция в отношениях и чем ближе отношения тем сложнее сохранять эту дистанцию но нужно каким-то образом помня об этом сохранять это уважение к интимному пространству друг друга что для всех кто озабочен этой темой отношений брака может оказаться полезна книга мапасана жизни но он предупреждает что читателю книгу нужно очень осторожно поскольку это горькая таблетка про любовь к алкоголю присутствие алкоголя в жизни человеку он говорит я пью когда мне хорошо а потому что все прекрасно уже понимают что пить когда плохо это порочная практика про мат в русском языке любой филолог вам подтвердит что это богатейшая такая основная часть богатства русского языка но он в общем то нужно применять его уместно и в общем то не ругаться на нем а добавлять его в качестве ярких красок вашу речь про важность фильма астанический синдром кира муратовой в своей жизни про критику фильма союз спасения собственно из-за которого он и был впоследствии уволен с первого канала и о том что это принципиальность говорит для меня совершенно естественно потому что я не хочу быть себе неприятен и кривить душой по испанский стыд стыд за других так называемые он считает что это высокомерное чувство и при любой возможности он старается истребить его в себе когда александр мурашок спросил сожалеете ли вы о чем-либо он говорит я ни о чем не сожалею ну потому что опыт это то что позволило мне оказаться здесь сегодня в этой точке вспомнил гениальный фильм жанна как-то орфеи говорит что вообще тема зазеркали занимает какое-то особое место в его жизни но и по словам бергмана признаком гениальности кино как раз и является легкость перехода от реальности к сновидению в конце этого интервью он сказал на мой взгляд такую очень занятную фразу он говорит поскольку я интересуюсь всем то можно сказать что я дилетант вовсю как всегда интересный разговор с антоном долином рекомендую в интернете попалась премьера клипа башня это фит ильи логутенко группа муми тролль здание милохиным данья милохин мне бесконечно симпатичен это невероятно трудоспособный плотовитый парень им совершенно лишенный какого-то снобизма мне кажется невероятно обучаемые очень открытой жизни и любознательный ну и я считаю что для муми тролли это такое перерождение возможность вспомнить свой хит двадцатилетней давности утекая и примерного я думаю что по степени безбашенности илья логутенко очень созвучен дань и милохин а на канале славы манучарова эмпатия манучи был разговор с актером педагогом вадимом демчугом вадим демчуг известен нам по нашумевшие роли доктора купит мана из сериала интерны ну а также я его очень хорошо помню точно совершенно на него по-другому как-то посмотрела иначе когда в интернете появился анимационный сериал мистер фриман что интересного я узнал из этого разговора во первых вадим всячески открещивается от таких статусов как коуч и наставник он говорит называйте меня homo ludens человек играющий говорил о том что субъектно-объектный театр сегодня умирает и он совершенно не актуален театр как коробка устарел поскольку важна игра важен процесс игры и каждый человек хочет выйти на сцену своей жизни но именно поэтому так популярны компьютерные игры когда каждый человек имеет возможность отождествлять себя с главным героем во всех подробностях мельчайших продумывая свой образ про людей которые ждут что за них что-то будет решено сегодня ну про условного васю из норильска он сказал что если он хочет продолжать сидеть в одной руке держа пиво в другой чипсы то пусть обрекает себя и своих детей быть компостом потому что там где находится наше внимание там и наша энергия если вы имеете такую роскошь попустую и куда-то сливать ну значит вы останетесь обескровлен или обесточен если вам нужен человек указующий вам нужен вожак идите в стойло но и к сожалению отметил что существует такой тренд среди большинства мужского населения как заученная беспомощность или в психологии точно называется выученная беспомощность когда человек сидит и ждет когда все решится само собой про важность точки опоры вашего существования что это способность фиксироваться на здесь и сейчас о том что вкус хорошей еде прививается хорошей едой а вкус глубине прививается затягиванием себя в глубину когда слава спросила почему мистер фриман был так беспощаден и жесток человеческой цивилизации тут вадим сослался на шекспировскую концепцию во-первых сначала присутствует комедия и восхваление жизни затем наступает этап желание сжечь все дотла и в конце приходит желание дать надежду а как в последних строках шекспировской пьесы буря из вещества того же что и сон мы созданы и жизнь на сон похоже и наша жизнь лишь сном окружена такой вот философский разговор полюбопытствуйте несколько дней назад не стала актрисы нины ургант бабушки иван андреевича и он сделал выпуск который назвал вечерняя ургант который мне показался очень добрым сентиментальным и светлым очень ценю ваню за способность вспоминать светло фокусироваться на том что было яркого привлекательного важного уникального неповторимого в человеке там присутствовал андрей смирнов режиссер культовой картины для русских людей белорусский вокзал собственно благодаря песне из этого фильма не настало ну просто супер популярным нашей стране вполне заслуженно и вот я бы хотел сказать что иван в этом смысле продемонстрировал способность сохранять в такие моменты невероятное достоинство и сейчас я хотела бы перейти к следующей теме вот совершенно естественно перекинув мостик потому что мне однажды в жизни встретился человек который также непривычно для русского человека смотрел на историю похорон близких он говорит почему это должно быть ритуалом оплакивания по большому счету это праздник это то что со всеми с нами неминуемо случится и хорошо когда у ваших близких есть запал этой энергии ресурс радости для того чтобы вспомнить а что собственно говоря хорошего связано с вами чтобы это было такое светлое прощание и я сейчас вам говорю о профессоре ханси верно ли без мы не это психотерапевт клинический психолог из германии из города дуйсбург с которым я познакомилась можно сказать почти случайно потому что когда я работала психологическом центре я поехала на сертификацию в костромской государственный университет на факультет психологии социальной и там был недельный курс прямо у профессора ханса верно рогесман и буквально на днях я ложилась спать и думаю ну сейчас такое неспокойное время надо поискать информацию что там с нашим чудесным доктором происходит потому что ну он человек был в солидном возрасте жив ли он все ли у него в порядке и я нашла что слава богу все хорошо ему сейчас 71 год он жив здоров да поскольку мы проходили сертификацию по теме гуманистической психодрамы это был невероятно полезный опыт можно так сказать что это один из судьбоносных моментов моей жизни когда жизнь разделилась на до и после вот несколько таких людей психологии было в моей жизни которую прям вот такой прям уж очень яркий след оставили в моей памяти как-то поменяли мое сознание и мышление вот ханс как раз один из этих прекрасных людей сейчас он уже находится в статусе заведующего кафедрой психологии в dmi университета святого иоанна крестителя в малави это центральная африка и в 2021-2022 годах он избран в качестве международного члена американской психологической ассоциации немножко региональных новостей на нашем углическом канале в ютюбе я увидела информацию от службы занятости и я бы сказала что некоторые сведения так меня немножко взбудоражили потому что в нашем городе население 30 тысяч человек и по сведениям службы занятости они нам сообщают что на учете безработных состоит 300 человек но вы понимаете до какой степени эта цифра не отражает реальную ситуацию это видео называлось переобучение в рамках федерального проекта содействия занятости и там предлагают всем желающим ну при соответствующих критериях пройти переподготовку например в экскурсовода при том что постоянно присутствует вакансии в школах да и никто туда не хочет идти по многим причинам вот они предлагают педагогам переквалифицироваться в экскурсоводов вот такая вот ситуация на лейбл smart вышел проект который называется правда и боль первый выпуск которым поучаствовали стас старовойтов гаррика ганесян и еще два прекрасных молодых человек о которых я доселе не знала эта смесь которая сейчас уже частенько встречается на ютюбе стендап подкаста и такой публичной психотерапии вот если вы еще не насытились такими миксами то можете посмотреть что из этого у них получилось нашла интересный канал который называется чтн что-то новенькое или что там новенького это про молодых людей которые либо учатся за рубежом либо собираются учиться за рубежом и всякого рода информацию на эту тему сообщают вот в одном из выпусках присутствовала софия шатс которую вы наверное знаете дочь татьяна лазарева михаила шатса и ведущая подкаста папа закрой дверь в общем я считаю что все кто всерьез как-то прикидывает возможность учиться за рубежом найдет для себя этот канал любопытный сергей спрашивал меня про руслана белого если в двух словах недавно он давал интервью небольшое на дожде 12-минутное о том что потихонечку закрывает его концерты предположительно связано это с тем что в его сольном концерте свой голос фигурируют шутки про валентину матвиенко и вообще политический дискурс вырисовывается более конкретной информации на данный момент никакой нет а то что касается фигуры сатьи даст сергей также меня спрашивал и о нем я к нему отношусь как представителю психологического стендапа потому что к этому нельзя относиться в чистом виде как психологии как психотерапии это некое развлекательное шоу и поскольку этот человек который обладает каким-то житейским опытом и хорошим чувством юмора вот он такой сварганил свой жанр довольно привлекательный на украине у него масса поклонников очень много да ну собственно в россии его тоже знают поэтому если изначально иметь ввиду этот дисклеймер что это не в чистом виде психология то я совершенно не возражаю против такого формата на днях состоялся разговор представителей спч с президентом нашей страны о пытках и закрытии мемориала анна мангайт на дожде разговаривала с членом спч игорем каляпиным который присутствовал на этом заседании но и в общем-то рассказал о том что ничего конкретного к сожалению услышать так и не удалось потому что ежегодно владимир путин произносит такую фразу что в этом надо разобраться этим надо заняться это надо глубоко изучить но в общем то ничего не меняется но что совершенно точно на мой взгляд что закон о криминализации пыток должен обязательно быть принят в ближайшее время ну и вообще карательные меры это запускание этого порочного механизма который ничего не решит бесконечно кусающая себя за собственный хвост змея на прекрасном канале больше всех надо состоялся очень полезный актуальный разговор тема которого была сформулирована почему у нас роженица не человек присутствовали в качестве гостей александра краус создательница и директор благотворительного фонда свет в руках и чудесная врач акушер-гинеколог которую я видела впервые ольга крумкач а также она еще является ведущей подкаста раздвиньте ноги вот некоторая краткая информация из этого разговора оказывается что по статистике только 36 процентов детей в нашей стране рождаются здоровыми что ежедневный опыт унижения еще со студенческой скамьи в дальнейшем срабатывает как эстафетная палочка и поэтому вот эта вот система насилия и унижения она распространяется и дальше по всем инстанциям больниц и присущи очень многим врачам что это патагонная система работы с невозможностью уделять каждому пациенту достаточное время приводит к очень быстрому выгоранию среди врачей ну что собственно говоря относится на мой взгляд и к профессии учителей также это такой признак системы что у нас совершенно не проработан этический вопрос работы с потерями в родах как отдавать материал ну так называют мертворожденного ребенка после неудачных родов как разговаривать с мамой как помогать проходить и реабилитацию возможно ли чтобы женщина который в очень разных ситуациях находятся находились в общей палате и проходили общий обход врачей про сложности похоронить мертворожденного ребенка бюрократической невозможности дать ему имя попрощаться с ним должным образом что впоследствии конечно способствует очень тяжелым посттравматическим ситуациям такая очень расхожая пугалка которая бродит среди нерожавших женщин давить на живот во время родов да но это вот это давление на дно матки как инструмент родовспоможения везде во всем мире давно запрещен этого делать нить про то что у нас до сих пор существуют так называемые поезда здоровья которую катаются по россии до по отдаленным городкам из-за невозможности поддерживать достаточный уровень современной диагностики в отдаленных уголках россии до на периферии в регионах о том как влияет медицинская лексика на наше психологическое состояние все вот эти вот слова неблагозвучные роженица плод старородящая о том что в принципе каждому пациенту не помешает индивидуальный подход и время на общение с ним при том что конечно должны быть какие-то общие правила унифицированные которые облегчали бы работу врачу в том числе потому что врач тоже человек про то что психолог необходим штате гинекологии до или в родильном отделении что по неграмотности запущенный миф о том что кесарево сечение это легкий путь в родах который на самом деле применяется только вот исключительно при строгой необходимости почему существует если можно его так назвать родовой туризм да почему ездят рожать за рубеж в частности в майами ну потому что во первых гражданство во вторых потому что палаты не больничного вида а возможность нахождения родственников непосредственно с вами не уставший персонал другой подход врачей ну и в частности упоминали полезную книгу анны старобинец посмотри на него а также говорили на важную тему про опасность родов на дому и всякого рода интернет-форума полезные разговоры если для вас актуально обязательно посмотрите друзья ну и закончу я сегодня упоминанием канала бар в большом городе первый сезон я смотрела с огромным удовольствием то есть потом как бы чем дальше тем меньше меня это интересовало потому что ну и к формату привыкаешь и какие-то со стороны ведущие были моменты которые не очень казались симпатичными а тут я вот посмотрела буквально свежий выпуск которым присутствовал стас ярушин актер кавэй щек лариса долина и мой любимый алексей чумаков вы знаете прекрасно да если вы давно подписаны на мой канал что я не ровно дышу к алексею а тут еще выяснилось что он и рисует хорошо в инстаграме я видела карикатуры которые нарисуют а в баре в большом городе еще и выяснилось что он владеет искусством пластического грима и делает фигурки и скульптуры ну короче говоря алексей мой краш я сейчас выгляжу наверное как собчачка в известном меме вот давай сейчас только честно когда твоя лп начала тебя шиперить с дэд инсайдом ты что испытала кринж или все-таки ров обычно моя дочь когда слышишь что я употребляю молодежный сленг в речи на ведь мама ради бога я тебя прошу вернись обратно на свой старославянский ну вообще это такая передача хорошая мне понравился сейшн в конце музыкальной когда они не драли глотки не соревновались друг другом немножко люди выпили посидели посмеялись и пели так начали на расслабоне кстати было очень забавно наблюдать как кубинец музыкант смотрел с такой любовью обожанием на алексея то есть это было очень убедительно друзья вот на этой светлой ноте я хочу сегодня попрощаться с вами пожелать вам удачи хорошего настроения мы так медленно но верно приближаемся к середине декабря это самое самое что ни на есть предрождественское состояние предвкушения радости и праздника я надеюсь что у вас тоже такое же радужное настроение я вам во всяком случае от души желаю мы скоро увидимся на моем канале пишите подписывайтесь люблю целую до новых встреч пока